Продолжение следует... Продолжение следует... Живой урок истории в Рыбнице школьники приняли участие в акции первого преднестровского «Поздравь ветерана». Позиция Вадима Красносельского о независимости Приднестровья неприемлема, считает Игорь Дадон. И референдум 2006 года, по его мнению, это не аргумент при обсуждении будущего нашей республики. Такие высказывания в Приднестровье вызвали, мягко говоря, непонимание о нежелании президента Молдовы учитывать мнение приднестровцев Никита Кондратов. Президент Молдовы в диалоге с молдавскими СМИ, посвященном 100 дням его президентства, заявил, результаты референдума 2006 года для него ничего не значат. Не надо ссылаться на результаты референдума 2006 года. Знаем мы, в каких условиях проводился этот референдум. Тогда был парад референдумов. Получается, Игоря Дадона мнение самих приднестровцев мало интересует. И воспринимать его всерьез президент Молдовы, судя по всему, не собирается. Напомним, в 2006 году жители Приднестровья сказали твердое «да» независимости и курсу на единство с Россией. Уже было одно волеизъявление народа. Наверное, достаточно. Можно еще раз повторить его. Мы на него возлагали очень большие надежды, что все-таки какие-то наладятся отношения и в политическом плане, и в экономическом. Но почему так? Мы огорчены. Это странно. Весь народ согласился, один Дадон против. Ну, я думаю, что у него нет оснований делать такие заявления. Это волеизъявление было народа. Я сам голосовал. И мне хотелось бы, чтобы это было признано всем мировым сообществом. Приднестровье – часть России. Поэтому мы за то, чтобы Россия признала Приднестровье. Обсуждать политический статус с Кишиневым Приднестровье не собирается. Вадим Красносельский придерживается народного вектора на независимость и на будущее с Россией. Но такая позиция Игорю Дадону, судя по всему, не по нраву. Я понимаю политическую позицию Вадима Красносельского, который выступает за независимость. Эта позиция неприемлема для политического руководства и для большинства населения Молдавии. Россия является де-факто, по крайней мере, военно-политическим союзником Приднестровья. Сейчас все это дополняется развитием экономических отношений, как на уровне центральных правительств, так и на региональном уровне. Поэтому можно сказать, что эти референдумы не просто прошли, но они дали уже конкретные результаты и плоды, которые нельзя аннулировать. Поэтому, хочешь не хочешь, а учитывать итоги референдумов необходимо. Игорь Дадон шел к власти очень много лет. Он стал президентом вот недавно, правильно? И он так и не понял, что такое Приднестровье. У него было много лет понять, что такое Приднестровье и чего мы хотим. Мы хотим независимости. Последние три месяца продемонстрировали. Официальный Кишинев пока только на словах готов налаживать отношения с Тирасполем. На деле количество проблем и угроз для Приднестровья только возрастает. Никита Кондратов, Первый Приднестровский телеканал. Блокада Приднестровья со стороны Молдовы и Украины обретает реальные черты. На саммите ГУАМ премьеры двух стран Филипп и Гройсман обсудили координацию действий по установке совместного контроля в пункте пропуска Кучурган. Брифинг главправительств, государств, членов организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. На чисто русском языке премьеры Грузии, Азербайджана, Украины и Молдовы подвели итоги встречи. Мы остановились на проблематике неразрешенных конфликтов на пространстве ГУАМ. Эти очаги нестабильности должны найти свое разрешение в рамках дипломатических и политических переговорных форматов. Такие заявления Филипп делает на фоне явной деградации переговорного процесса между Кишиневом и Террасполем. Молдова всячески уклоняется от конструктивного диалога. Исполнять берлинский протокол молдавские власти не спешат, а также полностью игнорируют все опасения Приднестровья по поводу совместно молдоукраинского контроля в пункте пропуска Кучурган. Полная экономическая блокада, угроза продовольственной безопасности, уничтожение индивидуального предпринимательства, проблемы со свободой передвижения. Эти доводы Приднестровья в сухих цифрах и фактах молдавские власти называют спекуляцией и даже отказываются слушать. Да не сильно хорошо будет нам от этих блокпостов. Окончательно обнищение народа. Ничего хорошего это нам не сулит. Экономически нас задают просто. Обсуждать этот вопрос в формате 5 плюс 2 ни Молдова, ни Украина не собираются. Активизировать работу постоянного совещания не думает и Австрия, как председатель ОБСЕ в этом году. Считают, это не та тема, которую стоит обсуждать на таком уровне. Эксперты констатируют, ситуация ухудшается. Тем не менее, в Приднестровье надеются. Озабоченности аргументы республики о недопустимости появления молдавских силовиков на границе с Украиной все-таки будут услышаны. И роста напряженности удастся избежать. Александр Богатый, Никита Кондратов, Первый Приднестровский телеканал. К другим темам. В Приднестровье организаторов сайтов, пропагандирующих суицид, можно будет привлечь к уголовной ответственности. Соответствующие изменения в законодательство одобрили депутаты Верховного Совета в первом чтении. Напомним, в последние месяцы в нашем государстве были зафиксированы два случая самоубийства подростков. Это видео коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Она состоялась в начале этого марта. Владимир Путин говорит о новой угрозе в информационной сфере, а именно распространении сайтов, которые пропагандируют суицид. Они как минимум преступники. Прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию. На детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Приднестровские депутаты не остались в стороне и внесли дополнение в Уголовный кодекс нашей республики. Там появились статьи о склонении к самоубийству и содействии к совершению самоубийства. Соответствующий законопроект разработал заместитель председателя Верховного Совета Галина Антюфеева. Сегодня документ поддержали парламентарии в первом чтении. Дополнили наш Уголовный кодекс новой статьей. Это доведение до самоубийства, в частности несовершеннолетних детей, склонение к самоубийству. И предусмотрено такое наказание включает в себя ответственность уголовную, которая по первой части от 3 до 5 лет лишения свободы предусматривает, а по второй части от 5 до 8 лет лишения свободы. Напомним, в последние месяцы в Приднестровье зафиксированы два факта подросткового суицида. Несколько потенциальных случаев удалось предотвратить благодаря своевременной реакции правоохранительных органов и волонтеров. Александр Логутин и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Сроки ведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Приднестровье сдвигаются. А тонировать передние боковые, частично лобовые стекла машин будет можно, но на платной основе. В Верховном Совете сегодня говорили на автомобильную тематику. Александр Богатый расскажет подробности. Законопроект, вводящий обязательное страхование гражданской ответственности в Приднестровье, документ объемный. Изначально автогражданка должна была вступить в силу с 1 апреля. Однако на сегодняшнем пленарном заседании сроки были изменены. По словам депутатов, это нужно для того, чтобы проработать все мелочи и исключить правовые коллизии. Этими же поправками было вынесено изменение в гражданско-профессиональный кодекс, чтобы ввести ответственность за отсутствие страховки. Если у нас закон Абасага вступает на территорию республики в свое действие с 10 мая, то ответственность будет с 1 июля. Еще одно изменение, которое затронет автомобилистов. На сессии был принят закон, который разрешает тонировать передние боковые и частично лобовые стекла машин. По мнению народных избранников, введение платной тонировки – одна из законных мер по борьбе с коррупцией. Коллега вышла с инициативой о том, чтобы все-таки разрешить тонировку боковых и передних стекол. Но это должно быть сделано по порядку, предусмотренным правительством. Как это делаться, за какую это плату будет делаться. Тех, кто хочет тонировать передние боковые и стекла, должны будут уплатить не кому-то из чиновников или милиционеров, а уплатить государственную казну и получить разрешение на тонировку. Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. Он вступит в силу после подписания президентом. Александр Богатый, Александр Тыш и Юрий Прошичев. Первый Приднестровский телеканал. Итак, с 10 мая закон об обязательном автостраховании вступает в силу. О применении документа на практике подробнее расскажет гость нашей студии. Это Александр Черников, директор Ассоциации страховщиков автотранспортных средств. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Валерьевич, первый вопрос. Тем, кому нужен полис, куда идти и что делать? Какие документы нужны для оформления ОСАГО? Ну, ситуация со страхованием простая. Каждый вытел знает, что нужно найти страховую компанию. Но я скажу, какие страховые компании будут являться теми, кто будет продавать эту страховку после 10 мая. Это страховые компании «Орион» и «Страховой дом». Они являются членами ассоциации и получают сейчас лицензии на обязательное страхование. И, по сути, они являются единственными, кто будет распространять и имеет право на распространение страховых полисов. Все-таки какие нужны документы водителю? Документы. Документы те же самые, что и были. Это паспорт личности водителя, это техпаспорт на транспортное средство и непосредственно права. Была еще инициатива о диагностической карте, так называемой, но не приняли. Мы не приняли эту инициативу. Мы считаем, что это лишняя нагрузка на водителей. С этой диагностической карты не все так просто. Многие водители, я сам водитель, эту диагностическую карту, где она, что с ней, мы не знаем. Где-то положил бы в кармашек автомобиль или еще где-либо. И потерял. А техническое состояние автомобиля будет как-то проверяться? Техническое состояние автомобиля перед страховкой? Нет, не будет проверяться. Дополнительно, кроме техосмотра, дополнительных осмотров не предусмотрено. Все-таки, мне кажется, главный вопрос, который интересует водителя, это стоимость страховки. От чего она зависит? Стоимость будет складываться из двух принципов. Это базовая цена страховки, это 21 РУМЗП. И различные коэффициенты, понижающие или повышающие, в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства, водительский стаж, возраст водителя, объем двигателя, тип транспортного средства и много-много другое. Какие действуют льготы? Льготы также предусмотрены законом. Это до 25% скидка. Она предоставляется инвалидам, пенсионерам по возрасту, защитникам Приднестровья, участникам Афганской войны. А также гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской аварии, техногенных и других радиационных катастроф. Есть еще своя особенная система. Она называется Бонус Малус. Расскажите подробнее, что это такое. Да, это интересная система. Она давно уже используется на практике другими страховыми компаниями в других странах, я имею в виду. Вообще она переводится с латинского как «хороший, плохой». Хотел добавить еще «злой», но нет. Хороший, плохой – это различные коэффициенты, которые, хороший коэффициент понижает стоимость страховки, плохой коэффициент повышает. Система Бонус Малус будет внедрена по истечении страхового года, вот как вы получили страховку. Проходит год, на вас уже копится база. Если вы безаварийный водитель, включается эта система, и вам страховка будет существенно снижена. Цена ее, да. Еще такой вопрос. Может ли владелец автомобиля вписывать в страховку, вот как в тех паспорт других лиц, которые имеют право на вождение? Не только может, но я как бы должен. Это обязательно? Обязательно, потому что если владелец транспортным средством пользуется несколько лиц, и вписан только один, и будучи в состоянии страхового случая попал тот, который не вписан в страховой полис, полис просто будет не действовать, не распространять свои действия на этого водителя. А вопрос, на что распространяется автогражданка? Какой механизм вообще ее действия? Он распространяется на вашу гражданскую ответственность. То есть полис выдается на гражданскую ответственность владельца транспортных средств, которая должна наступить следствие ДТП, причинение имуществу, не дай бог здоровью и жизни потерпевшим. Поэтому те деньги, которые вы должны были выплатить потерпевшему, эти деньги покрывает страховка. Спасибо вам за информацию. С нами был Александр Черников, директор Ассоциации страховщиков автотранспортных средств. Модернизация вопреки кризису. Сегодня на Рыбницком цементном комбинате запустили новую помольскую мельницу австрийского производства. Реконструкция позволит улучшить качество готового продукта и конкурировать на рынке. За запуском агрегата наблюдали члены правительства и депутаты Верховного совета. Иван Наумкин из династии цементников. Именно ему поручили почетную миссию запустить новую мельницу. Один клик мышкой и процесс стартовал. Для работы на современном оборудовании машинист прошел обучение. Говорит, теперь следить за технологическим процессом стало в разы легче. Все доступно, показывается, датчики работают, давление, температура, не надо бегать, на чего сидеть, смотреть. Все тут на экране доступно, понятно. Специалисты говорят, новая мельница отличается не только техническими характеристиками, но и расширением спектра продукции. Агрегат будет работать в замкнутом цикле производства. Также материал поступает в мельницу, но из мельницы материал не попадает непосредственно к потребителю, а возвращается в сепаратор, где отсеивается только та фракция, которая нам необходима. Все остальное, что не соответствует, возвращается обратно в мельницу. Мы еще на шаг, наверное, продвинулись вперед в конкурентоспособности на рынках как Молдовы, так и Украины. Мы понимаем, что, к сожалению, эта себестоимость не уменьшится значительно, но то, что качество будет сегодня достигнуто значительно выше, чем оно делалось раньше, это факт. Правительство проводит мониторинг всех предприятий, чтобы выработать план их развития на перспективу. Сейчас Рыбницкий цементный комбинат находится в технологическом простое. Пока задействована только половина коллектива. Работает предприятие, конечно, с убытком, при государственной даже поддержке, но реализуются мероприятия, которые были заложены в бизнес-плане по модернизации. И хочу сказать, что отрадно, что мероприятие реализуется своевременно, инвестиции вкладываются в само предприятие, и хотелось бы, конечно, чтобы инвестиции эти были направлены не только на производственную часть предприятия, но и на социальный сектор. На предприятии уже провели ремонт бытовых помещений для улучшения условий труда. В дальнейшем планируют перевести на замкнутый цикл также четвертую помольскую мельницу и поставить новую горелку на вторую печь. Будут установлены две современные станции отгрузки цемента, а также приобретается новое оборудование для сырьевого цеха. С учетом модернизации и выхода на украинский рынок, в этом году на РЦК планируют произвести порядка 350 тонн цемента. Николай Стоянов, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский. В республике продолжается досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Верховного и местных советов. В это воскресенье в Рыбнице будут выбирать депутата районного совета по округу номер 60, а в Рыбницком районе по Большим Алокешскому округу проголосуют за народного избранника в Верховный совет. В селах Красненьком и Ивановке кроме выбора депутата парламента пройдет голосование одновременно и в районный совет. Все избирательные участки на настоящее время уже готовы к проведению выборов, которые состоятся 2 апреля этого года. И на всех этих участках установлены камеры видеонаблюдения, продолжают заканчивать подготовку, устанавливать кабины для голосования и все остальное оборудование. В Рыбницком районе выборы пройдут на 17 избирательных участках. Центр избирком напоминает, от вашего голоса зависит будущее страны. Рыбницкие школьники приняли участие в акции Первого Приднестровского «Поздравь ветерана». Ребята навестили ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Алавягина и поздравили его с Днем освобождения Рыбницы от немецко-фашистских захватчиков. На живом уроке истории побывала и наша съемочная группа. Жизнь Филиппа Алавягина – это целая страница в истории одной большой победы. В 17 лет он отправился в 31-й гвардейский стрелковый полк и был участником Калининского фронта. С военных лет осталась только эта фотокарточка. На ней боевой товарищ ветерана и верный полковый пес. Я ему присвоил героя. Это я. А так? Так он ничего не имеет. На войне собаки такие дела делали. Танки рвали. Ну, танки рвали. Пустишь собаку с миной, она подлезет под танк. Танка нет. Это друг. Друг этот, я не знаю, это как человек. Как человек. Если его описать, все его похождения, тут можно книгу читать. Филипп Алавягин всегда был на передовой и, не задумываясь, бросался в атаку. В начале войны был обычным рядовым. После получил звание майора. Вспоминает, во время боев под Великими Луками перед ними стояла задача сделать дорогу для техники через леса и болота. Необходимо было придержать немецкие войска, чтобы они не пошли на Сталинград. Это очень тяжело вспоминать. Какой ценой. Вот сколько нас было. Сколько нас было. Больше половины пошли вперед. В общем, больше половины даже лежат. Остались лежать. Филипп Сафронович с горечью говорит, сейчас к фронтовикам в гости ходят редко. Поблагодарить ветерана за победу и поздравить с днем освобождения Рыбницы пришли второклассники и их родственники. 30 марта 1944 года Север Республики был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Майор Алавягин хоть и не родился в Рыбнице, но за 30 лет город стал для него родным. Мы должны помнить ветеранов, потому что они освободили нашу родину от войны. У меня были два прадедушки, а я уже их не видела. Они были тоже участники войны. Им в этом году исполнилось 100 лет. Мой дедушка участвовал тоже в войне, и я его не видел. Я пришел послушать этого ветерана и его историю. Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо найти ветерана, труженика тыла или узника гетто. Позвоните нам по номеру 0533-257-08 в будний день, и съемочная группа нашего канала приедет и присоединится к вашим поздравлениям. Наталья Цикута, Татьяна Семенюк, Руслан Киямов, Первый Приднестровский. Магазин и ресторан «Смак» теперь и в террасполе кафе «Фастфуд» открытого типа появилась на Бородинке. В числе первых посетителей и наша съемочная группа. Сюжет Ольги Гавриловой далее. Смак на Бородинке – это первоклассное столичное кафе. Современный дизайн, два уютных зала, оформленных в классическом стиле. Первый – магазинного типа. Широкий ассортимент – это то, что сразу бросается в глаза. Шашлык, салаты, банница, голубцы, котлеты, стейки и бифштекс. Еда как дома, доступна в магазине «Смак». Очень приятно, очень красиво, очень культурно. Такой ассортимент хороший. Я видела то, что вы здесь уже открылись и решила посмотреть, что здесь нового. И как тебе то, что ты увидел? Да, здесь очень красиво. Он такой большой, хороший магазин. И место хорошее, и удобное. С детьми, вот я с внуками гуляю. И вот мы будем заходить сюда, и очень большой выбор. Тортик брали, нам очень понравилось. Мы на 8 марта брали такой же тортик, нам очень понравилось. Решили и сейчас. Очень вкусный. Я больше беру детям, это самое понравилось. Очень свежий, во-первых. А во-вторых, вид у них очень такой, поэтому и аппетитный. Свежий хлеб, булочки и круассаны, приготовленные по французской технологии, тоже можно теперь отведать в Тирасполе. Выпекают их прямо на ваших глазах, в собственной мини-пекарне. Традиционный русский ответ иностранному фастфуду. На стажировку мы ездили во Францию, в Страсбурге, выбирали оборудование, изучали, как они делают хлеб. Хлеб очень вкусный, с хрустящей корочкой, как любят французы. И наш народ, думаю, тоже полюбит. Альтернативы этой пекарни нашей в Приднестровье нет. Ну а за фастфудом в другой зал, этажом выше, роллы, пицца и кебаб. Все свежеприготовленное, из натуральных продуктов и никаких заготовок, уверяет шеф-повар. Из того мяса, которое мы готовим, оно у нас всегда свежее, всегда куплено у лучших производителей Приднестровья. Наша концепция нашего кафе – это донести до наших гостей кухню ресторана. Уют зала, широкий ассортимент предлагаемых блюд и высокий уровень обслуживания. В кафе «Фастфудис Мак» уже оценили первые посетители. Мы много чего попробовали, это очень здесь вкусно. Спасибо, конечно, руководству города за это, руководству самого заведения, за то, что открыли такое, новинку такую открыли в городе Тирасполе. Как бы у нас такого нигде не было. Я пришла сегодня отдохнуть первый раз, думаю, что это не последний раз. Здесь очень уютно, красиво. Первый магазин ресторан «Смак» был открыт в Бендерах еще в 2011 году. Так что на Приднестровском рынке сеть этих ресторанов достаточно известна. Теперь такое есть и в Приднестровской столице. Хотите поесть чего-нибудь вкусного, свежего, полезного и просто хорошо провести время в приятной атмосфере, тогда вам сюда, в магазин ресторан «Смак» на Бородинке. Ольга Гаврилова и Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Приднестровские спортсмены открыли для себя новый вид единоборств – грэплинг. Что это за дисциплина, спросим у нашего спортивного обзревателя Юлий Саракапут. Юля, чем тебе запомнился этот вид борьбы? Татьяна, я бы назвала это единоборство «Хамелеон», подстраивается практически под любого борца и импонирует своим универсальным стилем. О том, как в Террасполе провели первый открытый турнир по грэплингу, сейчас расскажу. Развитием грэплинга в Террасполе занялась Федерация боевого самбо. Сначала появилось профильное отделение, и вот самбисты провели первый турнир. В дебютных состязаниях участвовало 52 бойца из Приднестровья и Молдовы. В трех детских весовых категориях боролись только приднестровцы. А вот в основной программе «18 плюс» нашим начинающим грэплером противостояли опытные в этом деле молдавские бойцы. Хорошо развивает партер, это очень важно для нашего вида к миру боевого самбо, или для самбо даже, очень хорошо развивается партер, болевые приемы нам очень нужны, поэтому это нам очень полезно. И очень функциональная подготовка должна быть очень сильная. Эта борьба очень энергозатратная. В весовой категории до 91 килограмма бендерчанин Антон Калошин в финале удушающим приемом. Треугольник победил кишиневского гостя Михаила Гусакова. Еще одно золото бендерчанам принес Вага Ананян в категории 70 килограммов. В тяжелом весе до 100 килограммов трое приднестровских спортсменов боролись по круговой системе. Победил в итоге терраспольчанин Андрей Сенькив. Ну и для хозяев турнира клуба боевого самбо серебряную медаль завоевал Сергей Бас. В Москве прошел традиционный мемориал Анатолия Харлампиева по самбо. Соревнования проводились в рамках Кубка мира. За титул чемпиона мира и звание мастера спорта международного класса в этом году состязались около 200 лучших самбистов из 29 стран. Весовой категории до 64 килограммов бронза завоевала воспитанница бендерской школы борьбы Сабина Артемчук. Воспитанница заслуженного тренера республики Сергея Шахова провела на турнире две схватки. В первой бендерчанка одарила представительницу Соединенных Штатов Америки, а в борьбе за выход в финал наша самбистка уступила спортсменке из России. Этой весной Артемчук примет участие в Кубке Балтийских стран и выступит на чемпионате Европы. А футболистки из столичного клуба «Алга» закрепились на третьей позиции в чемпионате Молдовы. В 14-м туре национального первенства эти респальчанки принимали на своем поле соседствующих турнирной таблицы бельчанок. Гости счет открыли с пенальти, ближе к концу тайма «Алга» отыгралась. На перерыв команды ушли с равновесием 1-1. Бельцы команда хорошая, мы с ними нога в ногу идем, мы с детства вместе воспитаны и играют уже давно вместе. Поэтому с бельцами всегда тяжело. Во втором тайме мяч полностью перешел во владение терраспольского клуба. На 60-й минуте ворота соперниц поразила Валерия Мангир, а под конец матча состоялся автогол. В итоге 3-1 победа «Алга» над принципиальным соперником. В следующем туре «Алга» вновь сыграет дома против клуба «Нарта». Видите, Татьяна, какие результативные у нас женщины в спорте. Спасибо, Юлия. Это был спортивный обзор от Юлии Саркапут. Это были главные новости. Все материалы есть на сайте нашего телеканала. А сразу после рекламы о погоде на завтра. Караоке «Смак». Отличное место для шумных компаний и хорошего настроения. Первоклассный звук и веселая атмосфера. Настоящий отдых от ежедневной суеты. Бендеры Коммунистическая 45. Телефон 775-24040. Караоке «Смак». У нас поют все. Даже трезвые. Фестиваль. Современный центр в самом сердце города. Ателье «Химчистка». Бытовая химия. Фотосалон. Отделение банка. Ремонт бытовой и компьютерной техники. Аптеки. И это еще не все. Фестиваль. Где каждый находит свое. Бендеры Суворова 22. «Стройплюс». Полный цикл работ с металлопластиковыми изделиями. От снятия размеров до установки конструкции. От металлопластиковых окон и витражей полной комплектации до секционных и ролетных ворот любых размеров и конфигураций. Нас отличает высокая скорость выполнения заказа, безупречное качество работ и лучшая фурнитура австрийского производства. Оборудуйте ваш дом и офис современными конструкциями из металлопластика. «Стройплюс». Качество превыше всего. Телефоны в Террасполе 2-72-22-515-55. Добро пожаловать в дом вашей мечты. Здесь светло, уютно и комфортно. Здесь все так, как вы хотите. Вы сами создали этот уют для себя и своих любимых. Вместе с магазином «Звезда столицы». «Звезда столицы». Качество не значит дорого. Строительный рынок «Спутник». Стройдвор. ПТИ «Мермарк». Высокая скорость оформления документов. Техническая инвентаризация строений и домовладений и определение их инвентаризационной стоимости. Проведение строительных экспертиз. Определение рыночной стоимости всех видов движимого и недвижимого имущества. «Мермарк». Телефон 222-05. Приглашаем посетить мебельный склад-магазин по улице Горького, 56. Огромный выбор столов и стульев. От классических до современных. Кровати, спальных гарнитуров, шкафов-купе различных размеров. А также кухонь в наличии под заказ. Качественная, недорогая мебель от лучших производителей. Вы непременно найдете то, что вам нужно. Район Орхидеи. Магазин «Фарба», второй этаж. Наш сайт интермебель.мд Нежная лапша, приготовленная на домашних яйцах и муке исключительно высшего сорта. Без добавления воды – залог отличного вкуса. Заботливо приготовленное тесто нарезается идеально тонко. Высушивается в специальной камере при постоянной температуре и влажности. Используя современные технологии, мы гарантируем высокое качество нашей домашней лапши. Лапша «Берекет» в сети супермаркетов «Шериф». Любите вкусную еду и национальный колорит? Приходите в кафе «Криково». Окунитесь в уютную атмосферу молдавского гостеприимства. Оцените разнообразное меню и традицию выноса горячих блюд. Умеренные цены на проведение любых торжеств не оставят вас равнодушными. Отдыхайте комфортно в просторных залах и на террасе кафе «Криково». Кафе «Криково». Вкусно, весело, уютно, в национальном колорите. Плазма по-прежнему клуб для взрослых людей. Взрослых людей. Фортан. Качественный стеновой материал. Высокая прочность, светлые тона, размеры под расшивку, доставка на объект и самое приятное – это цены. Фортан от 350 рублей за метр кубический. Возможна доставка манипулятором. Цемент марки М400 и М500. Шифер толщиной 5,8 миллиметра. Песок. 750 рублей. 8 тонн. Заказывайте по телефону. 3 семерки 90 555. 3 семерки 4 единицы 9. Компания «Авторед», официальный представитель крупнейших автомобильных заводов России, предлагает вашему вниманию коммерческий транспорт и спецтехнику на их базе. Микроавтобусы, мусоровозы, автокраны, самосвалы, автомастерские, комбинированные дорожные машины. Гибкая система скидок, индивидуальный подход каждому клиенту. Кредит-лизинг. Помощь в оформлении. Мы находимся по адресу город Рыбница, улица Кирова, 163. Телефон для справок 035-329-75. Маленькая Швейцария в самом центре Тирасполя. Салоны швейцарских часов в торговом центре Тирасполь. Возле центральной почты и в магазине «Фуршет». Настоящие швейцарские часы – лучший подарок, уважение и престиж. Ретро по четвергам в ночном клубе «Плазма». 30 марта в Москве облачно, ночью минус пять, днем плюс один. В Киеве дождь, ночью и днем шесть со знаком плюс. В Кишиневе небольшой дождь, ночью девять, днем 15 градусов тепла. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-12, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха по северу республики ночью плюс 4-6, днем 13-15 выше нуля. По югу ночью плюс 5-7, днем 14-16 градусов тепла. В последующие сутки без осадков понижение ночной температуры. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники и мебелей «Хай-Тек». Это была последняя информация выпуска о развитии событий уже завтра. Только хороших вам новостей и до встречи на Первом Приднестровском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова